Приветствую вас на своем канале! В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такой замечательный ажурный узорчик с обвитыми петлями. Называется он по-разному замочек, либо змейка, либо ажурная резинка. Вяжется довольно-таки легко, быстро и просто. Благодаря тому, что он вот такую вот дырочку в сеточку, подойдет он в принципе для вязания как и аксессуаров, так и для кофточек различных комбинезончиков, летних кофточек, топов, на прохладную более погодку. Вот, вяжется довольно-таки легко, быстро и просто. В ширину занимает раппорт узора 5 петелек, в высоту это 4 ряда. Причем изнаночные ряды вяжутся по рисунку, поэтому очень довольно-таки легко и быстро запомнить лицевые 2 ряда всего лишь. Вот, очень прост в выполнении и, на мой взгляд, очень довольно-таки симпатично смотрится. Кому интересно, понравилось, присоединяйтесь с вяжем с вами вместе. Для небольшого образца наберите количество петель, кратное 5, плюс 2 кромочные. Я набрала 17 петелек. Затем одну спицу вытаскиваем и первую кромочную петелечку снимаем непровязанную. Затем у нас идут 5 петель раппорта узора. Первая петля у нас изнаночная, при этом я вожу спицу сверху вниз и захватываю рабочую ниточку, первая петелечка изнаночная. Затем у нас идут 3 лицевые. Снизу вверх ввожу спицу и, захватывая рабочую ниточку, вывожу лицевую петлю. Так я вяжу 3 раза. 3 лицевые и снова повторяем первую петлю изнаночную. Изнаночная, 3 лицевые, изнаночная – это наши 5 петель узора ширину первого ряда. Затем повторяем. Изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3 и изнаночная. И последний третий раз у нас идет изнаночная, 3 петли лицевые, 1, 2, 3 и изнаночная. Кромочная последняя у нас изнаночная петля. Второй ряд раппорта узора высоту. Кромочную снимаем, не провязывая, затем вяжем по рисунку. Первая у нас идет лицевая, мы так ее и вяжем лицевой. 3 изнаночные, 1, 2, 3 и лицевая. Первый раппорт ширину закончен. Повторяем. Лицевая, 3 петли изнаночные по рисунку и лицевая. Второй раппорт закончен. Снова третий раз повторяем. Лицевая, 3 петли изнаночные и лицевая. кромочная у нас петля, изнаночная. Третий ряд рапорта узора высоту. Кромочную снимаем непровязанной первую, затем идет изнаночная. Так и вяжем ее изнаночной. Затем у нас идут три лицевые. Мы переносим, не провязывая их, на правую спицу слевой. Вот они у нас три петли на правой спице, не провязанные лицевые. И мы первую петлю одеваем на вторую и третью. И снимаем их с правой спицы. У нас на правой спице остается только вторая и третья петелечка. Возвращаем их на левую спицу, первую и вторую петелечку. Теперь провязываем. Первую петлю из двух вяжем лицевой, затем делаем накид и довязываем вторую лицевую. Затем у нас идет изнаночная. Первый раппорт узора закончен. Повторяем. Изнаночная. Переносим, не провязывая с левой спицы на правую, три лицевые петли. Одеваем первую петлю на вторую и третью, при этом первую петлю спускаем. Возвращаем две петли на левую спицу. И теперь первую провязываем лицевой, делаем накид и вторую провязываем лицевой. Затем у нас идет изнаночная. Довязываем изнаночную. Второй раппорт узора в ширину готов. И третий раз. Изнаночная. Переносим, не провязывая, три лицевые петли с левой на правую спицу. Затем первую из трех петель протягиваем на вторую и третью, спускаем ее с правой спицы и возвращаем на левую две оставшиеся петли. Затем вяжем первую петлю лицевой, делаем накид и вторую довязываем лицевой. Затем у нас идет изнаночная. Третий раппорт закончен. И кромочная также изнаночная. У нас дальше идет изнаночный четвертый ряд. Кромочную снимаем и вяжем все по рисунку. Там, где у нас лицевая, вяжем лицевой. Затем изнаночная вяжем изнаночной. Накид вяжем изнаночной. И там, где изнаночная, вяжем изнаночной. То есть накид вместе с двумя изнаночными по бокам мы провяжем отдельно все петли изнаночные. Затем у нас идет лицевая и раппорт первый закончен. Снова повторяем лицевая. Вяжем три изнаночные. Из них один накид провяжем изнаночный. И лицевая, второй раппорт. Затем повторяем третий раз. Лицевая, три изнаночные. И лицевая, кромочная у нас петля, изнаночная. Четвертый раппорт узора высоту окончен. Повторяем все с самого начала. Кромочную снимаем, затем у нас идет одна изнаночная. Затем у нас идут три лицевые петли. Так и провязываем их три лицевые. И одна изнаночная. Первый закончен раппорт. Повторяем изнаночная, три петли лицевые и изнаночная. Второй раппорт. Снова повторяем изнаночная, три петли лицевые и изнаночная. Кромочная у нас петля, изнаночная. Переходим на второй ряд раппорта высоту. Кромочную снимаем и изнаночный ряд по рисунку вяжем. Где лицевые, там лицевые. Где изнаночные, вяжем изнаночные. То есть у нас идет чередование лицевая, три изнаночных, лицевая. И так три раза. Лицевая, три изнаночных и лицевая. Вот они наши петель 5 раппорта. Кромочная у нас изнаночная. Третий ряд у нас кромочная. Снимаем непровязанной, изнаночную вяжем над изнаночной. А затем три лицевые переносим на правую спицу непровязанной. И одеваем первую петлю на вторую и третью. При этом спускаем. Затем вторую и третью возвращаем на левую спицу. Первую провязываем лицевой. Далее делаем накид. И вторую провязываем лицевой. Идет изнаночная следующая. Первый раппорт наш. Второй. Получается раппорт высоту. Третий ряд. Первый раппорт окончен. Далее повторяем. Изнаночная. Три непровязанные лицевые переносим на правую спицу. Первую одеваем на вторую и третью петлю. Спускаем. И две петли возвращаем на левую спицу. Первую лицевую вяжем. Далее делаем накид. И вторую вяжем также лицевой. Изнаночная. Второй раппорт. Ширину окончен. Снова повторяем третий раз. Изнаночная. Переносим три непровязанные лицевые. Одеваем первую петлю на вторую и третью спускаем. И петли возвращаем две на левую спицу. Далее вяжем первую лицевой. Накид. Вторую лицевой. Далее изнаночная. Кромочная. Изнаночная. И последний четвертый ряд. Кромочную снимаем. Лицевую вяжем лицевой. Далее идут у нас три изнаночные по рисунку. Накид вяжем изнаночный. И лицевая. Первый раппорт окончен. Повторяем. Лицевая. Три изнаночные по рисунку вместе с накидом. И лицевая. Второй раппорт. И третий раз. Лицевая. Три изнаночные вместе с накидом. Лицевая. Кромочная петля. Изнаночная. Мы провязали с вами два раппорта узора в высоту. При этом, как вы видите, получаются вот такие замечательные дырочки. Вы вяжете количество раппорта в высоту из четырех рядочков. Нужное вам количество раз. И получается вот такой замечательный узорчик, как на мой взгляд. Он резиночкообразный такой слегка. И очень прост в выполнении. Очень красиво смотрится он на шапочках, метеночках. То есть, вот такой вот замечательный. На кофточках дырочку ажурчиковый такой узорчик, на мой взгляд, подходит. В общем, довольно-таки прост в выполнении. Я надеюсь, что вам осталось все понятно. Понравилось? Конечно же, лайкайте. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Хорошее вам настроение. Ровно в петелях. Пока-пока.